Здравствуйте! Здравствуйте, дети галактики! Мы продукт космического расселения, человекоразумный. Мы продукт недавнего происхождения. Мы принесенный биовид на планету Земля. Мы не относимся к эволюционному процессу этой территории. К эволюции относятся животные и растительные миры этой планеты, что часто мешает людям осознавать. Космос выращивает людей думающих, людей творческих, людей, которые будут вырабатывать инициативу развития. Простое животное стадо, которое живет, кушает, какает, космосу не нужен. Этот этап прошел. Есть мушки, мышки, собачки, кошки. Это они просто размножаются. От человечества требуется мышление. На чем держится эволюционная теория, прежде всего? Мы имеем целый ряд фактов, которые просто банально объединяют человека со всем животным миром. Если мы возьмем исследование те же самые ДНК, то у нас 95% общих с шимпанзе в генах, собственно говоря. Просто так эта общность появиться не могла. Если мы возьмем развитие человеческого эмбриона, то он проходит очень многие стадии, известные нам по животному миру. Кровь у нас совместима с обезьянами. У нас даже переливание крови производилось. И, между прочим, у обезьян тоже есть свои группы крови, которые хорошо с человеческими сочетаются. Если мы возьмем, скажем, более обширно тот же животный мир, мы видим следы развития, следы эволюции как таковой. То есть, да, эволюционная теория имеет право на существование. Но, на самом деле, если мы возьмем даже того же самого Дарвина, он, продвигая свою теорию эволюции для живых видов, человека оставлял на потом. Он только уже на склоне лет, в конце концов, под давлением просто неумолимой логики его же теории, был вынужден сказать, да, человек произошел от обезьяны. Но сопротивлялся ему это достаточно долго. Есть целый ряд странностей, скажем, в самом человеке. То, что из эволюционной теории никак не выводится. Вот я все время задумался о волосах, например. Вот с какой скоростью у нас растут волосы? Ну, сумасшедшие. То есть, ребенка, если не стричь, то к тем же самым, там, 5-6 годам, например, как можно себе представить, например, первобытного человека, что 5-6 лет он уже начинает после этого, ребенок принимает участие, там, в добывании пищи. Но он начнет себе на волосы уже наступать. Как такое существо могло выжить? Ну, даже если там какая-то часть волос выдергивается, но буквально там через несколько месяцев они нас закроют обзор. Это существо, не приспособленное к выживаемости по той же Дарвиновской теории. Оно выжить не могло. Оно каким-то образом выжило. Ну, допустим, это мутация какая-то, как у нас привыкли объяснять там странности мутации. Хорошо. Тогда возникает вопрос, когда эта мутация произошла? Тогда, когда мы изобрели ножницы, тогда это совсем недавно, что-то как-то это не похоже, чтобы мутации у нас шли именно с такой скоростью. И буквально распространились на все человечество. Меня удивляло, например, на ингских мумиях, волосы, там, мумия женская, у нее волосы длину в полтора раза больше, чем ее рост. Хорошо, она там заплетала в косу. Но представьте, дикого предка человека, который заплетает все волосы в косы, получается, что это несовместимые вещи. Сейчас генетики нашли очень странные вещи. То есть, скажем, когда начали исследовать модные исследования ДНК, значит, вдруг обнаружилось, что все человечество на всей планете отличается по генофонду, различается меньше, чем шимпанзе в одном стадии. Каким образом могло произойти вот такая, скажем, такая близость всех людей? Начали выяснять, начали, значит, появилась гипотеза, так называемой, это митохондриальные Евы, что вот предки человека в некий момент, там прошли какое-то узкое горлышко, вот все остальные повымирали, а вот какое-то там племя небольшое, вот оно дало все то, что мы сейчас человечеством называем. Начали прикидывать. Получается, там где-то, ну, по разным теориям, от 70 до 150 тысяч лет. Всего лишь, во-первых, непонятно, куда все остальные повымирали, почему это произошло. Начали считать, сколько для этого нужно особей. Выяснилось, что там буквально некоторые говорят, что вообще 20-30. Ну, фактически, что такое 20-30 и один Адам и Ева, да, это уже фактически одинаковые вещи. Да, вот человечество отличается на какое-то количество генов от тех же шимпанзе, да. Но самое интересное, что 90% этих отличий падает на ту область, которая там, у нас привыкли говорить, вот этот ген отвечает там за страсть к курению, это там за то, что мы чешем правой рукой левое ухо, там, и так далее. А вот эти 90% попадают в ту область, которую не могут установить. Мало того, вот эта область не имеет ничего общего с животным миром, с известным им животным миром. Спрашивается, откуда эта часть взялась? И почему разница попадает именно туда? Вот понимаете, сколько даже физических и физиологических отличий, не говоря о том, что наша генетика, исследователь генетики показала, что даже мы несовместимы с так называемыми неандертальцами. Это факт, потому что нашли в Альпах замороженное тело неандертальца, в курсе об этом, да, все слышали, в новостях просто газеты, все пестрят огромными заголовками, что вот в Альпах нашли тело неандертальца, вмерзшего в лед, его генетику исследовали, и оказалось, что неандертальц и современный человек несовместимы генетически. Так от кого же мы туда произошли? Это ближайшие предки, так сказать, в кавычках, которые жили до современного человека, а остальные вымерли по 600-700 тысяч лет назад. О, как их завазывается. Наши предки вымерли 700 тысяч лет, потом где-то, где-то, все это лежало неизвестно где, и кто лежал, не знаю кто, и вдруг, раз, и появились, и занялись сразу все континенты, и формировались все четыре раза сразу, как они существуют, даже более чистой расы были, потому что еще не было смешений. И на самом деле здесь как раз начинает всплывать, ну, если мы возьмем другую крайность, то, что говорят креционисты, творение, да, списать на творение, значит, просто отказаться от познания вообще. Ну, так захотел Бог, и все. Вот так он в голову сбрело. На этом можно свалить все, что угодно. Фактически это просто расписаться с собственной беспомощностью. Если мы хотим что-то объяснить, да, то нам здесь творение, оно не помощник. Но зато есть, если мы начнем, вспомним о том, что на самом деле Ветхий Завет возникнет на пустом месте. Если мы полезем в древние легенды и предания, существовавшие задолго до появления Ветхого Завета, то там попадается такой интересный вариант, как шумерские предания. По шумерским преданиям, особенно в переводе ситчина, широко известным сейчас тем, кто любит читать альтернативную историческую литературу, значит, собственно, речь идет о том, что человек создан генетическим способом. Взяли местную заготовку, уже готово, текст упоминает, что есть на планете Земля существо, которое уже фактически готово стать человеком. К нему добавляют генов, неких богов, то есть некой другой цивилизации. По легендам это получается инопланетная цивилизация. И вот из этого гибрида получается то, что мы сейчас из себя представляем. И на самом деле, как ни парадоксально, даже детали этого процесса, как они описаны у шумеров, очень сильно напоминают наши современные, скажем так, взгляды на генетические эксперименты. Да, человек нематериальный, не только материальный, он действительно дуален, у него душа есть. Значит, есть некое взаимодействие, которое пронизывает не только материальную сторону всего мироздания, но и духовную тоже. И вот это взаимодействие, оно отвечает за эволюцию, не только материальную, и за духовную часть тоже. И на самом деле, мы прослеживаем, если мы начнем смотреть степени сложности сознания, градировать у низших животных, у высших животных, у растений какие-то свойства нематериальные, именно духовные. Есть факт, например, что корни растений ощущают препятствия и обходят их, заранее предвидев все это дело. То есть, если мы начинаем смотреть на вот эти все вещи, то мы увидим эволюцию и в духовной области. действительно эволюцию. И для этого не надо будет начального творения. То есть, мы можем теорию эволюции совершенно спокойно расширить и на духовный мир. А что касается креационизма, то там идет просто догмат, что вот это все по воле Бога и никаких других вариантов мы не приемлем. Более того, то, что называют сейчас креационизмом, это вообще очень жесткая система. Это не просто вот где-то когда-то как Бог чего-то создал. Это жестко по Ветхому Завету. Вот 7 тысяч лет назад и жестко как было описано там. Это креационизм, это совершенно четкое направление, которое себя вот так позиционирует, что они якобы научные, то есть они подбирают какие-то факты, которые с их точки зрения подтверждают именно Ветхий Завет. Вот это называется креационизмом, как таковое сейчас понимание. Другое дело, что есть теория божественного происхождения, божественного творения. Ну, здесь вот там у индусов там идет круговорот, где опять же Бог через какое-то время создает Вселенную всю, в том числе там появляется в этой Вселенной и человек, и так далее, и так далее. Но это, грубо говоря, скажем так, есть теистический взгляд и есть атеистический взгляд. Теизмом, вот, где присутствует некая, некий созидающий разум, именно воля, не подчиняющаяся физическим законам. Вот самое главное отличие. Оно не подчиняется физическим законам, оно сверхъестественное, оно неопознаваемое, и оно обладает свойствами самосознания, личности. Вот по его воле творца все это дело происходит. Поэтому говорят творение. Мы должны опираться хоть на что-то. Значит, если мы возьмем древние легенды и предания и посмотрим варианты там, да, то, как я уже говорил про шумеров. Шумеры единственный, на самом деле, известный нам источник, который описывает процесс творения достаточно подробно и очень подробно, детально буквально. Более того, даже пишутся цели, для чего создаются. То есть, да, не очень приятно, но человек создавался в качестве раба, в качестве слуги. Вот то, что переключало Ветхий Завет, раб Божий. Вот прямое, это прямое от шумеров. Создавался он для того, чтобы богам некой инопланетной цивилизации не надо было трудиться на земле. Так и написано, на земле. Они сюда попали. Попали, там, у них, у шумеров есть совершенно описание жизни богов еще на другой планете. И там описывается совершенно простейшая ситуация, нам понятная логически, которая согласуется, на самом деле, с очень многими данными, когда начинаешь поднимать древние артефакты, что вот на другой планете был некий представитель царского рода, не имевший прямых прав на трон, но захвативший этот трон. Через какое-то время этого узурпатора скидывают сторонники законного, скажем так, монарха, и он вынужден бежать, чтобы банально не казнили. С кем он бежит? Он бежит с обычными царедворцами, с экипажем какого-то звездолета, ну и с ограниченным количеством слуг. Бежит туда, где их не планируют искать, на какое-то вот то, что называется свержением с небесного в ад, в кромешник, на планету с не очень благоприятными условиями. Они вынуждены как-то выживать, они вынуждены питаться местной пищей, они вынуждены себя обеспечивать всем необходимым. А трудиться-то не привыкли. Экипаж звездного корабля это извините, не пахаре, царедворцы это тоже не пахаре, да? Вот, собственно, через какое-то время у тех, кого послали трудиться, возникает желание сбунтоваться, они сбунтовались. И тогда, в общем, боги принимают решение создать человека. И дальше вот идет то, что я говорил, что берут местную заготовку, потому что она уже была. Это может быть, например, неандерталец. То есть сейчас уже говорят о том, что неандерталец имел культы религиозные, скажем, предшествующие религиозным. То есть некоторые описывают культ медведя, например. Можно сомневаться в этом, нет, но, по крайней мере, это достаточно высокоорганизованное существо. Как вариант неандерталец. Может быть, другой какой-то там, скажем, предкроманьонис, там существует несколько разновидностей. взяли заготовку, чем-то она их не удовлетворяла. То есть не хотел, наверное, работать. По падению неандертальца заставь на себя работать. Другое дело, что он должен повиноваться каким-то образом, потому что силы его не заставили, но он должен обладать определенными знаниями, способностями к получению знаний. Возможно, и это требовалось. И делается то, что на самом деле очень сильно перекликается с нашими генетическими экспериментами. То есть буквально по текстам взяли суть от обезьяны, взяли суть от говорящей мартышки, взяли суть от Бога, перемешали, причем от главаря сбунтовавшихся мятежников. Перемешали все это дело, дальше провели несколько экспериментов, получали кучу неудобных, в смысле неправильных вариантов. Причем мы находим отголоски. То есть сначала быстро помирал овечка доля, которая резко начала стариться после генетической и померла, бедолажка. Значит, второй вариант. Получались всякие уроды, монстры. В свое время институт генетики у нас проводил эксперименты такие, что там, например, у лягушек появлялись глаза на спине, там, пятые, шестые лапы, там, и так далее. получались самые натуральные монстры. Мы видим, что это можно получать действительно. Потом появлялось существо, не способное к продолжению рода. Из них это банальный результат при скрещивании видов. Это мы наблюдаем постоянно и вокруг. Значит, то не держалось моча, то еще какие-то дефекты, то говорить не мог. Потом, в конце концов, создали. Создали удачный экземпляр, который удовлетворял. Что дальше делается? Дальше созывается там с десяток богинь. Делается вот, как бы, грубо говоря, сразу несколько оплодоверенных яйцеклеток. Вот, отщипнули от этой сущности с десяток кусочков. Имплантировали, они вынашивали плод. Фактически мы имеем дело с суррогатным материстом, с искусственным оплодоверением суррогатным материстом. С чего древним шумерам описывать современные генетические эксперименты? Вот откуда у них такое знание могло появиться? Да, они это знание получили от тех же самых богов, им просто рассказали, как их действительно произвели на свет. То есть, мы пересечения получаем колоссальное количество и подтверждаемые на уровне генов, то, что я говорил, у нас какая-то часть ДНК непонятно, за что отвечает. Да, вот мы имеем странности, нестыкующиеся с точки зрения эволюции. Мы имеем тоже митохондриальную ЕО, как я говорил, там 20 особей. вообще один шаг остался. Вот они, 10 суррогатных матерей, богинь. Грубо говоря, что мы будем видеть в результате эволюции, когда произошла какая-то мутация? Будем мы видеть изменения в генах. Что мы будем видеть при таком, что нам писает Шумер? Мы будем видеть изменения в генах. То есть, для нас последствия будут неразличимы. Да, мы видим, что произошла мутация, но по какой причине? Естественной или неестественной, или искусственной? Мы определить просто не можем. Точно так же после наших генетических экспериментов, скажем, останется, да, какие-то модифицированные растения, животные и так далее. То есть, эволюция есть, эволюция отслеживается, но в нее было стороннее вмешательство. Вот то, что нам и описывают и Шумерские мифы, и то, что мы реально сейчас можем находить подтверждение современной науки, современных научных достижений. Мы привыкли к религии относить все, что говорит о богах. А на самом деле, если мы посмотрим те же легенды и предания, что считалось религией? Конкретный бог заключал, грубо говоря, соглашение с людьми, уже вот те религии, по крайней мере, которые дошли до нас, что люди обязуются делать то-то, то-то и то-то. Кстати, это в Ветхом Завете прописано точно так же. Очень подробно, какие жертвы, когда приносить, по какому случаю, по каким обязательствам. Взамен за это бог обязуется не обижать, помогать и так далее. Просто взаимоотношения людей и неких представителей другой цивилизации. Это не было религией, как в нашем понимании. Это было просто соблюдение определенных обязательств. Работа определенная, барщина, скажем, на бога. Были некий клан, который обслуживал непосредственно богов, имел право с ними общаться. Это клан жречества, который уже, собственно говоря, организовывал это служение вокруг того же храма. Что такое храм? Храм – это дом бога в древнем понимании. Вот бог там жил, его обслуживала прислуга. Потом, когда эта цивилизация отказалась от прямого вмешательства в земные дела непосредственного присутствия, даже жречество осталось. Осталась вся вот эта вот система. Мы просто привыкли воспринимать как построенную на фантазиях, а на самом деле она построена была на реальных событиях, вся эта система. У нас есть на самом деле на нашей планете целых две биосистемы, кардинально отличающиеся от нашей. Это то, что существует в метановых облаках на дне океанов, там микроорганизмы получают энергию путем разложения метана, и целая биосистема очень развитая возле черных курильщиков, которые живут при температурах 400 градусов в сумасшедших давлениях, при полном отсутствии кислорода, кислород для них яд, они живут за счет энергии, извлекаемой из соединения водорода с серой, сероводорода. так вот оказывается, что когда начали проводить исследования ДНК вот этой биосистемы червей, крабов в черных курильщиках, у них оказалась ровно та же самая система ДНК. Набор белков тот же самый. Поразительно, две принципиально разные системы биохимических, но одинаковая генетическая. то есть либо у нас вообще вся жизнь во вселенной развивается по единым законам и мы имеем одинаковый результат, то есть грубо говоря, есть стремление запечатлевать определенную форму, то есть некие законы самоорганизации материи. Тогда запросто на другой планете может быть даже жизнь похожая на нашу. Либо действительно все это имеет какие-то общие единые корни. Скажем так, рассматривая разные версии происхождения человека, я могу сказать, что то, что описывают древние шумеры, она версия максимально вероятная по приближению к истинному с точки зрения сочетания с массивом фактов, которые мы имеем. То есть максимально лучше всего описывает те факты, которые мы знаем. Но я считаю, что шумерская мифология нам описывает реальные события, которые были в прошлом. именно да, ну, к сожалению, да, мы потомки рабов. Ну, что, негри переживают там в Америке за это, что у них там буквально несколько столетий назад их предки были рабами. теперь все человечество оказывается там. Родители не выбирают. Вот мы как бы уже пошли на самостоятельность существования. Грубо говоря, мы находимся в возрасте подростков. Вот если брать все человечество, мы выбираем путь, мы уже взбрыкиваем, мы уже не хотим жить так, как нам диктовали родители. Вот дальше вопрос, куда мы пойдем. Двигатель научного познания это сомнение. Сомнение во всем и везде. даже в собственной точке зрения. Продолжение следует... Продолжение следует...